Это оружие, одно из самых редких в Соединенных Штатах. Возможно, одно из самых редких, что когда-либо были у нас на канале. И, скорее всего, вы о нем даже и не слышали. Это как бы не АК, это даже не СКС. Это у нас тип 81. И у меня есть особая привилегия рассказать вам, почему же он настолько, блин, крутой. Но сначала, я из него еще не стрелял. Надо бы это исправить. Продолжение следует... Черт, пушка должна быть прямо очень крутая, чтобы она мне понравилась в полуавтомате. Давайте ее разберем. Как дела мои ненаглядные мамкины ютуберы? У меня в руках китайский легкий пулемет тип 81. Ну, технически, он ведь в полуавтомате. И хоть я и буду звучать, как заезженная пластинка, но это большая честь иметь его на своем канале, так как в Америке это крайне редкое оружие. Например, у нас на канале уже было очень много редкого оружия. Я считаю себя довольно опытным владельцем оружия во всех смыслах, но именно к этой модели оружия я смог прикоснуться в первый раз. Я думаю, у всех появился вопрос, что же это такое? В середине 20 века коммунистическому правительству Китая очень понравился автомат Калашникова. И также... Им очень нравился СКС. И затем, видимо, в рамках сокращения расходов, в 70-е годы кто-то взял две эти винтовки и подумал, а что если дать им поцеловаться? И потом, бац, получился тип 81. Стоит упомянуть, что легкий пулемет это одна из версий винтовки тип 81. У нее было несколько конфигураций. Вообще, тип 81 это штурмовая винтовка, но у меня в руках ее версия в формате легкого пулемета. К несчастью, именно этим оружием я не владею. Для моего канала его одолжил человек по имени Друв. Он позволил нам снять о ней отдельный ролик и показать вам, что это за оружие и на что оно способно. Если после просмотра видео вы поймете, что это оружие вас заинтересовало и вы бы хотели иметь его в своей коллекции, он вроде как думал о том, чтобы его продать. Кто знает, может через пару недель вы сможете увидеть его на Ганброкер. Чем это оружие является на самом деле? Я знаю, что многие называют его гибридом АК и СКС, и я, похоже, не смогу найти для него лучшее описание. Вы точно получаете очень похожую эргономику, как у Калашникова. И позже, когда мы его разберем, вы сможете увидеть очень много деталей, похожих на детали Калашникова, например, затвор с двумя боевыми выступами и системой его запирания. В то же время в нем применен корткоходный газовый поршень, прямо как на СКС. Не только это, еще форма рукояти затвора и верхнее расположение выреза. Во всех этих деталях данное оружие похоже на СКС. Так как тип 81 — это отличный гибрид автомата Калашникова и СКС, я должен задать вам один вопрос. Что из этого вам больше по душе? Напишите мне об этом в комментариях, может, когда-нибудь мы сделаем видео о сравнении АК и СКС. Но если вы фанат Калашникова, вам точно стоит подписаться на наш канал. А если вы фанат СКС, вам тоже следует подписаться, даже несмотря на то, что вы бедные. Забавно, что эта шутка раньше была смешная. Раньше люди покупали себе СКС, как правило, если им не хватало денег на покупку автомата Калашникова. А в наши дни хороший, добротный СКС стоит абсолютно так же, как и Калашников. Помните те времена, когда СКС стоил 150 долларов? Старые добрые времена. А сейчас перерыв. Мы уже знаем, что пуля 7.62 пробивает White Claw. Три, два, один. Но особенность тип 81 в том, что хоть это и легкий пулемет, который имеет только полуавтоматический режим стрельбы, у него все же есть более длинный ствол, а значит, чуть большая дульная энергия. Чтобы это показать, у нас есть три White Claw на небольшом расстоянии друг от друга, и я надеюсь, у нас получится наглядно продемонстрировать энергию пули. Ваш социальный рейтинг достиг 0 через 3, 2, 1. Я думаю, сойдет. О, да. Ничего не сравнится с запахом White Claw, который валялся на жаре в моем пикапе всю последнюю неделю. Прекрасно. А сейчас давайте быстро обсудим основные органы управления, и затем мы разберем его и покажем вам, что делает его гибридом АК и СКС. Органы управления. Как использовать это оружие? Ну, если нажать на спуск... Да я шучу, шучу. Разумеется, мы разряжаем оружие перед тем, как взять его в руки. Это же основа безопасного обращения с оружием. Просто хотел привлечь ваше внимание. Раз уж заговорили о безопасности, давайте перевернем наше оружие, так как режимы огня переключаются большим пальцем, если вы правша. Здесь есть небольшой рычажок с левой стороны оружия, ну или с водительской стороны, смотря как вы привыкли. В этом положении рычага. Активируется предохранитель, а в противоположном... режим ведения огня. Могло быть больше вариантов, но наше правительство ненавидит веселье. Кстати, о правительстве, что ненавидит веселье. Сейчас самое время обратиться к слону в комнате, если вы живете в Канаде. Во-первых, каково это знать, что ваш премьер-министр это сын Фиделя Кастро? Во-вторых, вы можете подумать, Брэндон, тип 81 это совсем не редкое оружие, я постоянно вижу их в оружейных магазинах, почему ты обращаешься с ним как со свитым Граалем? И вот здесь мне придется с болью признать, что в Канаде все же есть что-то классное. С 1990 года закон запрещает возить китайские винтовки в Соединенные Штаты, так как Билл Клинтон был слишком занят весельем под столом в овальном кабинете, чтобы разрешить веселиться всем остальным. Но вот в Канаде импорт китайских винтовок все еще легален, поэтому канадские зрители все еще имеют доступ к винтовкам на Ринко и к текущему импорту. Но только не к калашниковым, я думаю, даже их название запрещено в Канаде. Ну и пошли нахер. В Канаде есть несколько моделей оружия, которые являются как бы альтернативой АК. Но здесь в Америке, разумеется, у нас нет недостатков калашниковых, но мы не можем купить здесь тип 81, и для нас это оружие очень редкое, и так как оно редкое, все его хотят, так как все хотят того, чего не могут заполучить, поэтому они здесь очень ценятся. Ладно, идем дальше. Сошки здесь довольно сильно напоминают сошки, которые применяются на РПК. Нужно их немного сжать и повернуть вниз. После этого они раскладываются таким образом. Убираются они в обратном порядке. И в сложенном положении их просто нужно отпустить. Рукоять затвора. Здесь все предельно ясно, прямо как на АК. Прицельные приспособления довольно интересные. На целике есть небольшая вращающаяся ручка, которая регулирует положение целика для ведения ближнего и дальнего боя. В зависимости от того, используете ли вы нижнюю или верхнюю насечку, вы будете бить на одной из двух дистанций, перечисленных здесь. Это немного сложно, может поэтому эта идея не прижилась. Но это его крутая особенность, и я подумал, что о ней стоит упомянуть. Магазин, разумеется, у нас барабанный, так как это все же легкий пулемет. Ну и он просто выглядит круто с барабаном. Примыкается он абсолютно так же, как и на Калашникове. Сперва вставляем передней частью, и затем вот так запираем. Это стандартный магазин для Ютюб на 29 патронов, а если в метрической системе, да какая разница? Хоть он может и выглядит как барабан для Калашникова, так как, внимание, спойлер, это буквально. Это барабан для Калашникова. Но сюда не подходят магазины от Калашникова. Эти барабаны специально переделывают для этого оружия. Возможно, вы спросите, он же появился в рамках мер по сокращению расходов. Зачем в таком оружии, которое очень похоже, и имеет тот же калибр, что и Калашников, для которого подходят почти те же магазины, что и для Калашникова, почему бы не сделать это оружие, совместимым с магазинами для Калашникова, учитывая то, что их произведено уже огромное количество, и это почти самый популярный магазин на планете? Блин, ну да ладно. Раз уж у нас более длинный ствол, который к тому же еще и толстый, и имеются сошки, я подумал, что можно дотянуться до чего-то более отдаленного. Здесь... Здесь 90 метров. Это не прям что-то отдаленное, но в то же время это не пальба по мишеням в 10 метрах от меня. Используй те возможности, что у меня есть. Могу сказать, что я фанат этих прицельных приспособлений. С ними очень хорошо видно точку попадания. У меня, конечно, нет никаких проблем с прицельными приспособлениями Калашникова, но в работе этого прицела есть что-то особенное. В районе этого крутого выреза целика и закрытой мушки формируется очень ясное изображение цели. Даже по этим маленьким мишеням попасть не так уж и сложно с этого открытого прицела. Да, не так уж это и сложно. Звучит как шутка о том, что коммунистическую винтовку используют для несколько меньших целей, чем обычно. Ну ладно. Разборку оружия мы начинаем так же, как и на Калашникове. Мы нажимаем на этот небольшой рычаг механизма возвратной пружины, торчащей с задней стороны крышки ствольной коробки, что позволяет нам ее снять. И здесь все выглядит очень похоже на автомат Калашникова. Давайте надавим на механизм возвратной пружины и извлечем его из задней вставки. Да, Рич, я только что сказал вставки. Извлекаем механизм возвратной пружины. Отводим затворную раму назад. Также извлекаем. И уже заметно огромное отличие от затворной рамы Калашникова, уже в том плане, что газовый поршень здесь короткоходный. Здесь нет леноходного газового поршня, который применяется на всех Калашниковых. Но он все равно похож на Калашников. В том плане, что его затвор. Это буквально затвор Калашникова один в один. Он немного длиннее, имеет немного более длинное основание, но это просто придирки. Это абсолютно такой же затвор с двумя боевыми выступами, выполненный по одним и тем же чертежам. Если поставить два эти затвора рядом, их не отличить. То же самое я могу сказать и о проточке ведущего выступа. Ну а здесь вы можете видеть короткоходный газовый поршень, который проходит от самого газового блока и бьет по затворной раме. Поршень расположен в передней части оружия, но он никак не соединен с затворной рамой, прямо как на СКС. Так как если взглянуть на СКС, отвести затвор, здесь мы увидим все абсолютно то же самое под корпусом целика. Когда оружие стреляет, после того, как ударник бьет по капсулю, пуля начинает вылетать из ствола, но пороховые газы, попадая в газовую камеру, толкают в короткоходный газовый поршень, который под воздействием этого импульса бьет по затворной раме, и она отходит назад, отбрасывает стрелянную гильзу, и затем возвратная пружина возвращает ее вперед. Заряжается новый патрон, и вы можете делать так до того момента, пока у вас не кончатся патроны. Ну или полярные медведи, на кого они там охотятся в Канаде? Довольно иронично, что в немалой степени подобное оружие было изготовлено китайцами, чтобы убивать американцев вроде меня. Еще одна интересная особенность, о которой хотелось бы упомянуть, это регулируемая газовая система. Вы видите здесь небольшую, как бы проточку. Она здесь для того, чтобы при помощи гильзы патрона 7,62, вставив ее подобным образом, и потянув немного вверх или вниз, можно было регулировать газовую систему. Что, черт возьми, довольно здорово. Я люблю подобные находчивые технические решения, и именно это определенно доставляет мне удовольствие. Здесь имеется несколько настроек газовой системы. Номер 2, 0 и 1. Я установил положение номер 1 на время записи эпизодов со стрельбой в этом видео. Очень здорово, что прямо с завода у вас есть такая возможность. Для того, чтобы собрать оружие, вставляем затвор и затворную раму таким образом в ствольную коробку. Продвигая вперед, вставляем возвратную пружину в заднюю часть ствольной коробки. Фиксируем ее в небольшой проточке в задней вставке. Также берем крышку ствольной коробки и ставим ее на место. И вот мы снова в строю. Какое же все-таки удовольствие иметь возможность снимать ролик об этом оружии. Огромное спасибо его владельцу за то, что предоставил нам его для съемок перед тем, как его продать. И также здорово предоставить вам возможность познакомиться с этим оружием и объяснить, почему, почему мы его так ценим. Знаете, еще разок. Так, ладно, вот теперь все. Парни, я надеюсь, вам понравилось смотреть это видео так же, как и мне его снимать. Опять же, спасибо Мэтту с разрушительного ранчо за то, что он точно знает, что разрешил нам снова использовать свой полигон. Хэштег неслово Мэтту. Ну а я пойду домой и почищу его, чтобы не быть сраным мудаком. Благодарю, что досмотрели видео до конца. И как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. Пока.